Престиж алтайского медицинского образования, кажется, выходит на новый уровень. В этом году Барнаульский медколледж популярен не только для жителей нашего региона, а Касси и ТВ Республики Алтай. К нам едут граждане Казахстана и более отдаленных стран. В этом году у нас есть абитуриенты из Республики Белоруссия, из Узбекистана есть. И пока не подала документы, но планирует подать, из западно-африканского государства абитуриентка. Абитуриентка приходила, занимается нострификацией документа об образовании. Эти абитуриенты подали документы дистанционно. С муниципалитета в краю школьники предпочитают сдавать документы лично. Я не знаю, откуда это взялось, но вот прям с самых ранних лет всегда хотела стать врачом. Почему? Нравится быть стоматологом. Ну и как? У меня бабушка стоматолог, я вот тоже хочу стать. В этом году медколледж принял почти 3000 заявлений. Школьники подают документы сразу на несколько направлений. Самое популярное – сестринское и лечебное дело. Самих абитуриентов 800, но это уже больше существующих мест. Цифры радуют, ведь Алтайскому краю не хватает 900 врачей и 2000 медработников среднего звена. Медсестерок у Шера Фельдшеров. Поддержку будущим специалистам обещают уже на этапе обучения. В этом году в крае будут около 50 особых целевых договоров. Вдвое больше, чем в прошлом. Четко определена компенсация или так называемая мера социальной поддержки в течение всех лет обучения в размере 50 тысяч в год на каждого студента. То есть это очень значимая, конечно, выплата, особенно для детей из малоимущих семей, из многодетных семей. И условием этого договора обязательно же является трудоустройство в нашей подведомственной организации. И это помимо общих целевых от учреждений края, которые также дают приоритет на зачисление и заселение в общежитие. В целом же здесь смотрят на всю активность абитуриентов – конкурсы, олимпиады, баллы ЭГЭ, волонтерства. И даже черты характера. Вместе с документами абитуриенты проходят, скажем так, тест на совместимость с желаемой специализацией. К этому относятся серьезно. Если он не подходит, конечно, это в документах, в положении прописано. Приходится ему отказать в той специальности, на которую он планировал поступить. В этом году медколледж набирает 700 абитуриентов. По оценкам учреждения, средний конкурс – 4 человека на место. Валентина Аскерова, Ольга Иванова, Вадим Быстревский. День с толком.